Мусорное препятствие Галина Селявина В старом городке проживает более 20 лет Платит регулярно 430 рублей в месяц Но чистоты на площадке не видела уже давно Очень редко вывозят мусор Вот еще вот эти контейнеры как-то вывозят А вот это всегда Беспредел, беспорядок На эту контейнерную площадку свозят и крупногабаритный мусор Так что порой эту проходную зону и проходной назвать сложно Еще все с сада везут, что-то все везут Ну с сада-то зачем везти, я не понимаю Ну если у нас сад, что я повезу там, деревья А везут ведь сюда И все Ну как-то тут один был день, я так удивилась Надо же, так было прибрано, все так хорошо А сейчас опять иду, батюшки, опять полно всего Всего контейнерных площадок в городке две Но больших Схожи они не только размером Несанкционированные навалы есть и там Молчать жители не стали Фото в соцсетях, письма во все инстанции Ведь квитанции за вывоз ТБО приходят куда регулярнее, чем мусоровоз регионального оператора Разобраться приехал лично глава муниципалитета Андрей Иванов Сразу стало понятно, площадки очистили, но это скорее исключение Видимо перед моим приездом региональный оператор постарался убрать их максимально Но проходящие мимо люди бросали, собственно, вслед фразы о том, что сегодня чисто, что было вчера, позавчера И, безусловно, те фотографии, которые к нам приходят, говорят о том, что график постоянно нарушается Что региональный оператор до сих пор, хотя уже на дворе ноябрь месяц, 11-й месяц этого года До сих пор не наладил работу по вывозу мусора с контейнерных площадок Сбой графика, недостаточное количество машин и контейнеров, большое накопление мусора И так называемого транзитного потока отходов Это и понятно, ведь в окрестностях есть и частный сектор, и СНТ Но цивилизованное обращение с отходами русскому оператору, видимо, не по нраву Представитель регионального оператора здесь сегодня Пока внятные реакции опять я не увидел Соответственно, на следующей неделе планирую со всеми проблемами Никольского, Кубинки Где основные сбои по графику Планирую встречаться с акционерами, собственниками компании Русский региональный оператор И добиваться все-таки решения этой проблемы Мы в плане на ежедневной основе по графику Сегодня выявили о том, что действительно не хватает им костей Данный вопрос будем прорабатывать и сделан в кратчайшие сроки С стороны органов местного управления будет также предусмотрен, рассмотрен вопрос О реорганизации данных контейнерных площадок Так как они являются транзитными Совместными усилиями и наведем чистоту и порядок В кратчайшие сроки Более 20 контейнерных площадок Обслуживает русский оператор в Никольском поселении Глава муниципалитета услышал все доводы Как местных чиновников, так и русского оператора Если ситуация на контейнерных площадках старого городка не изменится Проблемы будут решать на областном уровне Василиса Ивашкина, Денис Харламов, Артем Ломоносов Телекомпания Одинцова Редактор субтитров А.Семкин